Добрый день, уважаемые боксеры, уважаемые тренера Нижегородской области. Немножечко хочу рассказать немножко о боксе, о нашей Нижегородской области, что и как развивается. Есть социальные сети, где можно рассказывать, обмениваться информацией. Начнем с простого. Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов не дал нашей общественной организации аккредитацию и создали другую федерацию бокса. Регионально ее обозвали. Сначала как-то они плавали, назвали Нижегородской федерацией, потом Региональной федерацией. В общем, ее назвали, сделали сайт в интернете, все разместили там всех, кого надо, своих людей. Какие-то правовые документы разместили. Это полный бред, вы знаете, ничего от этого не меняется. Министр Панов спорта лишил аккредитацию нашей общественной федерации бокса. Значит, создали другую федерацию. Ну, вы знаете, уже турнир Маргелова они похоронили, но так как я держу этот маргеловский турнир, я хотя провожу в этом году матчевую встречу. Каждый турнир был классно. Класса Б, этот турнир класса Б был, прислали звание кандидата в мастера спорта. Значит, что у нас сегодня произошло? Значит, вот этот Головачев, который вам сегодня наговорил, что он там 3 миллиона где-то найдет на федерацию бокса, что он что-то там создаст, они там будут поощрять спортсменов. Ну, вы видите сами, это очередной бред. То есть, сегодня само государство не заинтересовано в развитии этого олимпийского вида спорта бокса. То есть, я почему это говорю? Потому что министр спорта, если бы он уже хотел, он уже хотел бы создать хотя бы здесь какую-то базу. Первое. Потом, значит, он бы создал, чтобы этот вид спорта был базой в нашей Нижегородской области. Этого никто создавать не хочет на законодательном собрании нашей Нижегородской области. Ну, создали фоки физкультурные. 36 фоков. Содержание этих фоков миллиард восемьсот. Сейчас, значит, будет что делаться? Надо будет думать, как содержать эти фоки в год, понимаешь? Уже строительства больше фоков не будет. Ну, фоки создали вот эти троечки, да, все там радуются. А на самом деле никакого... Это фитнес-центр будет. Заходи, плати денежку и занимайся физкультурой. Вот. Про какую-то там идеологию там говорили. Вы знаете, у нас какой конфликт сейчас произошел там с Токтаром, да. Перепалка словесная в интернете там, да. Вот. Про диалоги они там с мэром Нижнего Новгорода. Уже экс-мэром Нижнего Новгорода Елизаветы Солоченко говорили, значит, о какой-то идеологии спорта. Друзья, у нас нет в стране идеологии. Этого конституции прописано. Какая идеология? Сегодня нет. Сегодня отпуск монет сегодня идет. Отпуск монет сегодня. Никакого уважения нет. Поэтому сегодня цензура запрещена. Сегодня, значит, идеологии вообще в стране нет. Вот и все. Поэтому, друзья, сегодня мы все зависим только от бизнесменов, которые помогают нашей Нижнего Новгородской области. И не только Нижнего Новгородской области, но и России, там, всей федерации бокса, да. Потому что иногда я смотрю, даже вот у Марка Кремлев выступает. Вот мы подписали соглашение с Роснефтью. Мы подписали соглашение там еще с какой-то компанией. Друзья, ну, если мы подписываем какие-то соглашения, там, с Роснефтью, с Лукойлом, там, с каким-то Газпромом, да, у нас всегда должна быть реклама. Просто так люди не будут выдавать деньги, никакие компании без рекламы. То есть на майках должно быть, там, Газпром, Роснефть, там, какой-нибудь банк, там, ВТБ банк. Ну, вот и все. У нас на это никто не идет, друзья. Не хотят сегодня финансировать один из спорта, и у нас, получается, между собой перепалки. Ну, я так Тару сказал, человек, ну, я ему сказал, он мне сказал, что я неадекватный, сумасшедший. Ну, я ему там сказал, засунь свой гламурный этот шарф в шопу, бля, который ты там одел, там стоишь, блядь, как артистам рассказываешь сказки венского леса, которые вообще никакого патриотизма для молодого поколения нет, понимаешь? Сегодня не это должно быть. Патриотизм сегодня рождается, когда глава города или глава района приходит на соревнования, открывает его вместе, дарит приз лучшему боксеру. Вот это уже патриотизм, уже маленький, хотя бы внутренний, нашей страны, когда главы районов, регионов, губернаторов, там, да, приходят на соревнования, а такие есть в нашей России. И я сам убеждался, вот и в Иркутской области, на Камчатке я видел, там, да, там, других там республиках, где главу республик отдать должное, они уважают эти виды спорта, приходят и своим даже действиям показывают, что бокс, не обязательно, ну, это виды спорта все могут быть, и боксы, борьба, и греко-рименская борьба, и тэквондо, и карате, все, и они своим присутствием уже подчеркнут, что власть сама заинтересована в развитии этого спорта. А когда сегодня в нашей Нижегородской области нет ни одного чиновника на соревнованиях, ну, нет, ну, пришел чиновник, а что он будет делать? Он что, приз лучше принес боксеру, там, или что он пришел? Ну, ничего, ни о чем даже. А человек, который приходит на соревнования, глава города, глава региона, он уже своим статусом подчеркивает, что этот бокс будет, или, там, этим своим присутствием, что этот вид спорта будет уже развиваться, и к нему можно заходить с вопросами. Там, которые, там, допустим, чиновники ставят нам под ножки. Вот и все. Поэтому, друзья, с наступающим Новым Годом поделился с вами информацией. Кто-то ее примет нормально, кто-то ненормально, ничего страшного. Отзывы всякие слушаем, читаем, анализируем, да, вот, ну, мы видим по отзывам, кто чего пишет, как, ну, профессионал, кто просто дилетант, кто вообще не понимает, о чем даже пишет. В общем, друзья, с наступающим Новым Годом, всем здоровья, семейного благополучия и сибирского здоровья. Всего доброго.